И знаете, я сегодня поделюсь с вами словом, оно в некотором роде перекликается с тем, о чем был этот спектакль. Оно будет коротким, ну я верю, оно будет практичным для нас, может быть, более простым языком, потому что те образы, которые в этом спектакле, они, конечно, они требуют усилий для того, чтобы их воспринимать, для того, чтобы над ними размышлять, и это хорошо. Но вот этот вот образ счастья, который каждый из нас ищет и желает найти в этом мире, он ведь реально есть, и каждый из нас хочет быть счастливым. Ну, я, по крайней мере, в своей жизни никогда не встречал человека, который хочет быть несчастным. И эта синяя птица, она, наверное, где-то есть, ее можно найти, можно поймать, посадить в клетку, а может быть и нет. И я хочу как раз поговорить о том, где и что нам, ну, можно попробовать сделать для того, чтобы стать счастливыми. И для этого я хотел бы посмотреть, ну, так немножко критично на то счастье, которое мы стараемся искать. Ну, как вот эта синяя птица. Как что-то конкретное, что можно схватить, потрогать, получить. Знаете, Господь так создал наш мир, что здесь нету ничего статичного. Ничего, что стоит на одном месте. Время, вы видели, оно неумолимо движется. Каждую минуту уже новое время. Пространство, в котором мы находимся, оно тоже меняется. Мы, находясь в одном и том же месте, тем не менее движемся. Если вы разбирали и знаете о том, что наши планеты движутся, мы каждую секунду в новом месте оказываемся. Казалось бы, вот материальное. Я, ты и нас можно потрогать. Но уроки химии и физики говорят нам о том, что в нашем организме проходит много тысяч химических процессов в эту секунду. И можно сказать, ну вот я здесь и сейчас, но пока я говорил эту фразу, здесь и сейчас уже стало новым, уже совершенно другим. И как можно вот в этом движимом мире, который создан Господом, поймать что-то недвижимое, что-то счастье в каком-то облике, в каком-то образе, в каком-то предмете или может быть в каком-то даже человеке. Но это утопично. Счастье тоже должно быть движимое. Господь все создал, меняющееся и изменяющее. И я хочу сегодня поговорить о том... Господь мне дал пример, я верю, что он такой очень наглядный и показательный для того, чтобы наша жизнь, она наполнялась счастьем. Наполнялась счастьем каждый день. И есть какие-то вещи, которые не дают нам переживать это счастье. Не дают нам возможность наслаждаться. И эти вещи я сегодня вам покажу. Знаете, я хотел этот пример принести сюда. Я даже его разыскивал. Даже смотрел в магазинах и планировал приобрести. Но этого не произошло. Поэтому я приготовил для вас ролик, чтобы вы увидели тот пример, тот предмет, который показал мне, как можно приобретать счастье здесь, на этой земле. Можно ролик на экране показать? Мой дорогой друг Джордж приехал в Грецию. Этот парень миллиардер. И он очень большой. Мы начали говорить, и я сказал, слушай, если ты хочешь поговорить, пойдем со мной. Я повел его в центр Афины, у нас там батут. Мы не будем говорить о бизнесе до тех пор, пока ты не последуешь за мной на батут. Нет, 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 да, 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 вместе. Я не собираюсь идти на батут. Снимай туфли. Какой же ты трудный человек, а даже раздеться не можешь. Он поднялся на батут. Впервые в своей жизни мы начали прыгать вместе. Вверх, вниз, вверх, вниз. 140 килограмм. Слушай, ты можешь стать чемпионом, если немного потренируешься. Следующим Олимпийским играм, хорошо? Я буду твоим продюсером, друг. Вот какой хороший мальчик. Вот это мне уже нравится. Он был так счастлив, как маленький ребенок. Он спрятан, ребенок спрятан. Мы все дети, даже он миллиардер. Знаете, вот этот батут, на котором человек получает счастье, я хотел сам попрыгать здесь перед вами. Без батута это не интересно и не прикольно, потому что счастье от прыжков на месте, ну ты такого не приобретаешь. Но когда человек залазит на батут, он возвращается к своему ребенку. И вот это движение, которое совершается там, оно волшебное, оно какое-то уникальное. Потому что ты, в свою очередь, ты прилагаешь усилия. Но ты прилагаешь его не так много для того, чтобы взлетать очень высоко. И вот это вот ощущение полета там, вверху, оно придает определенное счастье. С другой стороны, ты не можешь просто лечь на этот батут и лежать. Ничего счастливого и радостного ты от этого не получишь. Тебе необходимо соединиться вот с этим движением пружин, движением механизма, которые позволяют тебе подниматься выше, опускаться обратно. И вот это вот соединение вот с этим механизмом, который помогает тебе двигаться выше, быстрее, радостнее, оно необходимо нам, необходимо нам в повседневной жизни. Все, что мы делаем, может и должно приносить нам радость и счастье, не правда ли? Но как этого достичь? Как достичь того, чтобы твои движения, они соединялись с движениями окружающего мира, с движениями этой пружины, пружины этого мира? Знаете, несомненно, так важно искать Господа, так важно слышать Его для того, чтобы понимать, в какой момент тебе нужно прыгнуть, в каком месте ты должен находиться. Но знаете, мне очень понравилось высказывание Льва Николаевича Толстого, я прочитаю. Кратчайшее выражение смысла жизни может быть таким. Мир движется и совершенствуется. И главная задача – нести вклад в это движение, подчиниться ему и сотрудничать с ним. То есть так важно нам соединиться с этим миром и сотрудничать с ним. От этого мы приобретем то наслаждение и ту радость, которую мы можем переживать. Но есть несколько вещей, которые не позволяют нам этого сделать. И именно о них я хочу поговорить сегодня. И первая такая очень практичная вещь, которая не позволяет нам насладиться процессом единения с движением этого мира – это наша лень. Простая лень человеческая, которая испокон веков существует. И знаете, казалось бы, ну что стоит? Нужно приложить небольшое усилие. Ведь для того, чтобы начать прыгать на этом батуте, тебе не надо прилагать очень много усилий. Тебе достаточно подпрыгнуть один раз. Но лень, которая, нежелание, которая не дает нам начать это сделать, она откуда-то берется. Знаете, вот там коробка мечты, и мы в новогоднюю ночь все писали свои мечты, цели и планы. И мы порой живем в том пространстве, мы понимаем, мы в нужном месте, мы в правильном месте. И мы даже видим те цели и те высоты, до которых хотим достигать. Господь вкладывает их в наши сердца. Мы пишем их на бумажке, кладем в коробку мечты и думаем, что Господь, Он сам раскачает этот батут. Но этого не произойдет. Господь ждет от нас первого решения, первого шага, первого прыжка. Мы должны сделать это движение со своей стороны. И тогда те обстоятельства, тот мир вокруг нас, Он сможет подхватить нас, отпружинить, отразить и помочь нам достичь высот, которых мы на месте, без этого батута, без этого мира не достигнем. Знаете, в Священном Писании есть пример, что же делать, на кого же смотреть, для того, чтобы не остаться в этом ленивом состоянии, лежа на батуте, не достигнув этой цели. И в книге Притч, 6 главе, 6 по 11 стих, история про ленивца. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, Но он заготовляет летом хлеб свой, Собирает во время жатвы пищу свою. Да коли ты, ленивец, будешь спать, Когда ты встанешь ото сна твоего, Немного поспишь, немного подремлешь, Немного, сложив руки, полежишь, И придет, как прохожий, бедность твоя, И нужда твоя, как разбойник». Знаете, Священное Писание, мудрый Соломон, Говорит о том, что мы привыкаем к тому, чтобы полежать. Но это вредно, вредно для нас. Нам нужно двигаться. И в пример он приводит нам этого муравья, У которого нет начальника, У которого нету приставника, Который бы гонял его. И порой мы ждем не только от Бога Каких-то действий в нашем направлении. Мы так хотим, чтобы нас начальник кнутом Хлыснул пару раз. Или жена отправила зарабатывать хлеб. Мы ожидаем какого-то движения извне. Но Господь говорит, «Нет, ты начни, ты сделай первый шаг». Как мы, посмотри на муравья, Он ради себя это делает. Он первый, он как бы сознательный такой товарищ. Самостоятельный. Посмотри, к чему ты хочешь достичь. До какой высоты допрыгнуть. И ты начни это движение. Знаете, для этого достаточно одного небольшого решения. Одного небольшого старта. Есть вторая вещь, которая, Ну скажем так, усложняет процесс старта. У некоторых. И это страх. Боязнь. Подпрыгнуть на этом батуте. Вот кто из вас прыгал на батуте когда-нибудь? Ну много людей, правда? Но есть, я верю, что есть люди, Которые, ну как бы так, стороной. Да не, я Я поближе к земле. Здесь поустойчивее, все хорошо. Но знаете, Этот страх, он появляется От разных вещей. Может быть, от какого-то негативного опыта. Может быть, от Каких-то примеров близких тебе людей. Может быть, Кто-то тебе чего-то наговорил. Но знаете, Страх, Это всегда О чем-то Неизведанном. Кто боится Прошлого? Кто боится Чего-то конкретного? Того, что Видно, понятно и можно потрогать? Да никто этого не боится. Все боятся Чего-то будущего. Чего-то неизведанного, Непонятного, Может быть, невидимого. Вот откуда возникают страхи. Но знаете, Будущее Непонятное и неизведанное Это что-то мне напоминает. В Евреям 11.1 есть Определение веры. Вера есть Осуществление ожидаемого И уверенность в невидимом. Знаете, Это будущее, Это неизведанное, Непонятное И невидимое. Страх Помогает нам Укрепить нашу веру. Если мы не остаемся в нем, Он как старт. Для чего Вот Господь дал нам вообще страх, Боязнь. Вот представьте себе Человек, который сталкивается с опасностью. Первое, что у него появляется В сердце Страх. И что он делает? Он мобилизует, Он активирует Те функции в организме, Которые Непривычны ему сейчас. Ну, в повседневной жизни. Он активирует их для того, Чтобы Ответить на эту опасность. Преодолеть ее. Победить. Страх нужен нам для того, Чтобы Запустить То, что Не запускается каждый день. Начать И противостоять Тому неизведанному И пойти дальше. Знаете, Страх, Он как старт Для нашей веры. Но иногда, Когда ты Не делаешь Вот этого Старта, Этого движения, Ты остаешься в этом страхе. Ты остаешься в нем Надолго. И он Не позволяет тебе Сделать этот шаг. Знаете, Я хочу Прочитать вам место Из Священного Писания. Первое послание Иоанна, Четвертая глава. Шестнадцатого стиха. Бог есть любовь. И пребывающий в любви Пребывает в Боге. И Бог в нем. Любовь До того совершенства Достигает в нас, Что мы имеем Дерзновение В день суда. Потому что поступаем В мире сем, Как он. В любви Нет страха. Но совершенная любовь Изгоняет страх. Потому что в страхе Есть мучение. Боящийся Несовершен в любви. Знаете, Здесь сказано о том, Что мы Без страха Можем иметь Дерзновение В день суда. В день суда На небесах. Знаете, Когда этот страх Приходит Побеждая его Своей верой Ты можешь Двигаться туда Где ты не был Никогда раньше. Мы все Периодически Чего-то боимся Или опасаемся Или волнуемся Или переживаем. Вот Я немножко волновался Когда готовился К тому, Чтобы выходить сюда На эту сцену. Это волнительно. Говорить вам В каких-то вещах. Но знаете, Этот страх Он помогает мне Подумать о том, Что может Произойти. Ну а что страшного Может произойти? Ну выйду я. Ну ляпну Что-нибудь не так. Ну вы послушаете. Скажете, А опять Женька Там что-то болтает. Ну и все. Вы подумаете Обо мне. Ну как-то вот Посмеетесь Может быть надо мной. Знаете, Я на прошлой неделе Ходил На комиссию К власть имеющим людям В этом городе. И я ходил туда Для того, Чтобы меня поругали. Вот ну Я знал, Что меня будут ругать. И это тоже волнительно. Но так страшновато. Ты идешь Там много Таких Чиновников Ну как это сказать Власть имеющих людей Дяденек и тетенек Они сидят И как пацаны Отчитывают. Ты же волнуешься. Ты же Ну чего-то боишься. А я перед тем Как туда идти Я такой думаю Ну я конечно подготовился Я приготовил Какие-то ответы А я думаю А чего я могу Ну что самого страшного Может произойти Со мной там Ну то есть Вот вообще в принципе Если представить Какое самое страшное Последствие В том или ином деле Ну в конкретно той ситуации Ну там я не знаю Штраф Какая-нибудь проверка Или еще что-нибудь И это вообще не страшно Но вот самое страшное Что может произойти Когда-либо И в чем-либо Это то, что я умру Это самое страшное Это вот самый страшный Исход всех дел Подождите А почему я должен Бояться смерти Писание говорит о том Что Я сразу окажусь На небесах В своем родном доме С моим любимым Господом И этого Но это не страшно Это ведь Ну замечательно То есть Когда ты смотришь На то событие Которое тебе нужно Совершить И критически Оцениваешь Вообще А что может произойти То вот это вот Как раз Божья любовь Она позволяет тебе Этот страх преодолеть Позволяет тебе Увидеть и понять К чему это придет И ты начинаешь действовать Ты начинаешь Двигаться вперед И вот это вот Движение батута Движение Совместное движение С окружающим миром Оно начинает Придавать тебе Наслаждение Счастье Знаете Последнее О чем хотел бы сказать Если первые Две вещи Лени Страх Они не позволяют Нам начать Это движение То эта вещь Не позволяет нам Закончить Это усталость Знаете Иногда Совершая То или иное Дело Или находясь В одних и тех же Обстоятельствах Мы понимаем Что мы Мы устали Нам тяжело И Совсем Немного Усилий Но этот батут Закидывал тебя На такие высоты И ты Действительно Переживал Это счастье Наслаждался Этим процессом Но прошло время Пружины Сели И сейчас Для того Чтобы достичь Той же самой высоты Тебе надо Прилагать В разы Больше усилий Потому что Ты уже практически Стоишь на земле И батут Не помогает тебе Ты все делаешь Своими силами Устали пружины Устал батут И ты устал Знаете Это Это нормально Нормально Что все в этом мире Меняется И устаревает И за этим Необходимо И важно следить Именно поэтому Господь призывает Нас периодически Останавливаться Останавливаться И оглядываться Анализировать То Что ты делаешь Смотреть На то Куда ты идешь Искать Его воли Искать Его движение Да Ты можешь продолжать Делать То же самое Ты можешь прилагать Эти усилия Но это уже будет Чисто твое действие Никакого Унисона С этим миром У тебя не будет И к сожалению Радость со временем Тоже уйдет Знаете Нужно иногда Ремонтировать Свои батуты Ревизировать Ревизировать Может быть Что-то менять Может быть Переходить На соседний батут Но тем не менее Господь Он Он направляет нас Он показывает Что нам важно Поменять Свою жизнь Он Подкрепляет Нас И это Его действие Его действие Когда он Обустраивает Вот эту Площадку Для нас Обустраивает Окружающий мир Но от нас От нас С вами Зависит Будем ли мы Внимательны К этому Будем ли мы Чуткими К этому Сможем ли мы Увидеть Куда он Желает Чтобы мы Сейчас Пошли прыгать Знаете Это такие вещи Которые Вроде бы Очень простые Лень Страх Усталость Но нам надо Иногда о них Вспоминать И думать А где я Сейчас нахожусь Может быть У тебя Все классно И ты Наслаждаешься Сейчас Прыгая На этом Батуте Занимаясь Любимым делом Наслаждаясь С окружающими Тебя Людьми И Может быть Тебе предстоит Что-то новое Начать Может быть Тебе нужно Сдвинуться С места Преодолеть Свою лень А может быть Ты чего-то Боишься И это Поможет Укрепить Тебе Твою веру А может быть Тебе нужно Что-то поменять В своей жизни И это Тоже решение Знаете Господь Дает нам Счастье Каждый день В каждом Нашем деле В каждом Нашем действии Но важно Следить за Ним Двигаться За Ним И быть Созвучным С этим Миром Быть Созвучным С этим Движением Божьим Движением Давайте Мы с вами Помолимся Господь Всемогущий Благодарны Тебе За то Что Ты Даешь Нам Свою Любовь Ты Наполняешь Наши Жизни Своим Присутствием И Та Жизнь Которая Есть Внутри Нас Она Она Помогает Нам Переживать Тебя Чувствовать Тебя Видеть Тебя Но Той 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 Жизни Которую Мы Проживаем И Господь Мы Жаждем Желаем Господь Чтобы Это Наша Жизнь Эти Наши Дела Эти Наши Поступки Они Они Были Созвучны С Твоей Волей С Твоим Движением С Твоим Батутом Господь Всемогущий Мы Просим Тебя Даруй нам Мудрости Как Тому Муравью Не Останавливаться В Лени Своей Не Оставаться Боже В В бездействии Но Размышляя О том Куда Ты Желаешь Нас Привести Начинать Это Движение Прилагать Эти Усилия Для Того Чтобы Достичь Тех Высот Которые Ты Приготовил Для Нас Достичь Тех Планов И мечт Которые Ты Вкладываешь В наше Сердце Господь Помоги Нам Преодолевать Страх Преодолевать Боязнь Облекать Это В веру И готовить Своё сердце Свои дела Свои уста К новым К новым Вершинам Помоги нам Боже Справляться С этим Мы нуждаемся Боже В Тебе Господь И мы молимся Я молюсь Сейчас Боже За тех Кто устал За тех Кто понимает И осознает Что Нужно что-то Делать С этим батутом Нужно Что-то Делать С собой Что-то Менять Своей Жизни Для того Чтобы Это Это Движение Совместное Движение С Господом В этом мире Боже Оно начало Приносить Радость Чтобы Ты Господь Мог подхватить Нас Поднять В своей Любви Господь Я прошу Тебя Даруй Возможности Остановиться Возможности Прислушаться К Твоему Голосу Искать Твоей Воли Не просто Бежать Лишь бы Бежать Но Остановиться И понять Куда Ити Господь Благослови Благослови Нас Для того Чтобы Наша Жизнь Наш Каждый День Который Больше Не проживется Никогда Который Не живется На Черновик Но Он Один Уникальный День Каждый День Нашей Жизни Мы Мы Могли Проживать Боже В счастье И радости С Тобой В тех делах Которые Мы Совершаем В тех Жизнях Которые Мы Живем Господь Благослови Нас Мы Любим Тебя Нуждаемся В Тебе Великий Всемогущий Господь Хвала Тебе И Слава Да Будет Великий Бог Отец Сын И Святой Дух Аминь